Рад вас приветствовать на своем канале по изучению основы PrimaWare PSX. По просьбе MISD сегодня расскажу, как загружать данные из PrimaWare в Excel и из Excel в PrimaWare. Сразу отвечу на последнюю часть вопроса от MISD относительно функции сохранения в программе PrimaWare. Ее нет. После закрытия она автоматически сохраняет все изменения. Единственное, что можно сказать про сохранение это, когда проект корректирует одновременно два и более человека. Чтобы все ваши внесенные данные и коллег сохранились, необходимо перед расчетом расписания клавиши F9 нажать обновить данные клавиши F5. Итак, для нашего примера создадим новый проект с несколькими работами некоторой системы ISR. Создадим две работы в разных СССР с названием контрольная 1 и контрольная 2. Сразу обращу ваше внимание, чтобы загрузка в Excel и PrimaWare была корректной, необходимо использовать одинаковый разделитель десятичных чисел. Разделители, используемые в PrimaWare, возможно посмотреть во вкладке «Настройка» «Валюта». Обращаю внимание, что длительность новых созданных работ стоит стандартная – 5 дней. Добавим в работу А1020, контрольная 1, ресурсы трудовые и материальные. О добавлении ресурса сниму дополнительное видео. Колонки «Плановые затраты» корректируем стоимость данного ресурса, чтобы дальше было нагляднее. Если у вас нет колонки «Плановые стоимости», то нажав правой кнопкой мыши на колонку ресурсов и настройки колонки ресурсов, можно добавить необходимые вам столбцы. «Плановые затраты» находятся в блоке «Стоимости». Работу А1030, контрольная 2, оставляем без изменения. Далее производим экспорт данных в Excel. Нажимаем вкладку «Файл». «Экспорт». В открывшемся окне выбираем таблицу «XLSX». Нажимаем «Далее» и выбираем, что хотим экспортировать. В данном видео я покажу экспорт только операций и назначение ресурсов. Нажимаем «Далее». Напротив нашего проекта в столбике «Экспорт» ставим галочку. Нажимаем «Далее» и далее выбираем один из стандартных шаблонов переноса данных или создаем новый. Я уже до этого создал шаблон для примера. Выбираю его и нажимаю «Изменить». В шаблоне можно выбирать колонки, которые будут отображаться в файле Excel по вкладке «Назначение ресурсов и операции». В операции первые три колонки, они постоянны и не корректируются. Остальные колонки можно корректировать, добавлять или удалять из представления в Excel. В назначении ресурсов уже четыре колонки являются обязательными и не корректируются. Выбираем колонки, которые указаны у меня и можем добавить свои для просмотра отображения их в дальнейшем файле Excel. На этом настройке шаблона завершаем и нажимаем «Ок». Нажимаем «Далее» и выбираем, куда будем сохранять этот файл. Я до этого уже тренировался и поэтому возьму старый файл пример. Вы можете создать файл совершенно любым названием. Нажимаем «Далее» и в последнем окне «Окончание». У меня файл пример был занят каким-то процессом, поэтому я создаю новый файл пример 2. И также нажимаю «Окончание». Прямовый раз сообщает, что экспорт удачно выполнен. Заходим в папку, куда сохраняли файл и открываем его с помощью Excel. Первая вкладка «Таск» – это операции. Видим столбцы с данными, которые выбирали для экспорта. Индентификатор операции. Статус операции. Код ИСР. Название операции. Также у работы А1020 мы видим ресурсы, которые мы указываем. Есть колонка с длительностью «Туан», где мы можем поменять длительность наших контрольных работ. Также пробуем поменять название ИСР и путь ИСР. Далее переходим во вкладку «Таск» – «РСРС». Здесь находятся данные ресурсы. Видно, что материалы и трудовые ресурсы назначены только на работу А1020. Также видим плановую стоимость, которую мы указали в «Примавер». Поменяем плановую стоимость. А также с помощью Excel добавим ресурсы к работе А1030. Копировав полностью строки для работы А1020 и поменяв идентификатор операции на А1030. Также изменим плановую стоимость данных ресурсов на этой работе. Также во вкладке «Операции» попробуем поменять плановое количество трудовых ресурсов для работы А1030. Сохраняем и закрываем Excel-файл. Возвращаясь в «Примавер» нажимаем «Файл» – «Импорт». Выбираем таблицу «XLSX». Нажимаем «Далее». Выбираем наш файл. Нажимаем «Далее» и выбираем, что будем импортировать. Операции и назначение ресурсов. Нажимаем «Далее». В колонке «Импорт в» выбираем наш проект. Нажимаем «Далее» и нажимаем «Окончание» и «Примавер» выдает ошибку. Нажимаем «Закрыть». Возвращаемся к нашему файлу Excel. Он опять занят каким-то процессом. Предполагаю, что «Примавер» как-то занимает его при ошибке импорта. Чтобы избежать дальнейших ошибок с импортом во вкладке с ресурсами, нам необходимо, чтобы Excel все наши корректировки воспринимал не как числовые значения, а как текстовые с установленными перед числами апострофом. Причем, если в формате ячеек поменять с общих на текстовые, «Примавер» тоже выдаст ошибку об импорте данных. Сохраняем как копия пример 2. Закрываем Excel. Повторяем те же манипуляции по импорту данных. Закрываем и видим, что на работе А1020 поменялась плановая стоимость с 1515 на 2000. И на работе А1030 стала показываться плановая стоимость в 21, а также появились ресурсы. Обращаю внимание, что ИСР у работ А1020 и А1030 и плановое количество работ у А1020 не поменялись на значение, указанное в Excel, так как в «Примавер» есть колонки, которые запрещено менять, и они отображаются со звездочкой. Чтобы указать плановое количество ресурсов, добавим в колонку «Плановое количество экспортируемых файл», как показано в видео. Продолжение следует... Открываем полученный файл Excel, заходим во вкладку с ресурсами и меняем количество ресурсов для работы А1030. Не забываем ставить апостров. А во вкладке «Операции» создадим новую работу А1040, скопировав полностью строчку с работы А1030 и во вкладке «Ресурсы» добавим в данной работе ресурсы с иным плановым количеством. Сохраняем Excel. Также через вкладку «Файл» импровертируем данный файл Excel. Как видим, для новой работы А1040 свободно присвоилась указанная в Excel и CR длительность и затраты ресурсов. Для информации, даты начала и окончания работ в Excel тоже нельзя корректировать, так как это является расчетной величиной в Primavera. На этом видео по импорту и экспорту из Primavera и в Primavera завершаем. Буду рад обратной связи и пожеланиям, какую тему разобрать в следующий раз. До новых встреч! Продолжение следует...